Многие из действующих депутатов не пойдут в сентябре на выборы. Другие, наоборот, хотят продолжить свою работу в качестве народных избранников. Глава города поблагодарил депутатов за плодотворную деятельность и наградил председателя городского собрания Анатолия Луцака знаком отличия за безупречную службу города Сочи, а ряд других депутатов получили знаки за трудовые успехи. Спасибо за ту работу, которую мы с вами сделали. Она огромная, она нелегкая. Анатолий Николаевич правильно сказал. Она, естественно, шла и в дискуссиях, и в спорах, и в, наверное, нахождении компромисса. И, наверное, так оно и должно быть. Сегодня в повестке дня значилось семь вопросов, один из которых касался передачи из муниципальной собственности в федеральную нескольких земельных участков, расположенных в границах пляжных территорий по улице Пирогова и Политехнической, и находящихся в пользовании у санатория «Русь». Автомобильные дороги общего пользования по решению депутатов сегодня вошли в состав имущества казны города. Также сегодня были внесены изменения в бюджет. 45 миллионов рублей выделено на финансирование всех МФЦ города. Анатолий Луцак поблагодарил депутатов за активную работу и опозначил пункты, где удалось добиться хороших результатов и где еще предстоит приложить усилия, чтобы Сочи и в дальнейшем двигался только вперед. Заслуга народных избранников – поддержка социальных направлений бюджета, конкретно строительство детских садов. А еще принятие городских правил землепользования и застройки. Благодаря этому в центре курорта жестко лимитировано строительство высоток. Не удалось решить с генеральным планом города, я о нем часто говорил. Вы понимаете, план, любой план стратегии должен быть везде. Если его нет, будет хаотичное строительство, будет возможность для коррупции, для других вещей. Вот этих вещей не удалось решить. Ну что, генеральным планом, понимаете, зависит развитие города. Новому составу Анатолий Луцак пожелал быть более настойчивыми и принципиальными, неравнодушными к проблемам людей. Депутатов городского собрания следующего созыва сочинцы выберут 13 сентября.